Я иду на войну, я иду убивать. Добрый вечер. Доброго времени суток. Зрителям и гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И сегодня мы с вами поиграем в ремастер Ром Тотал Вор. Я купил его в магазине по цене интернета. В своем любимом магазине. Вы понимаете о чем я. Тот, кто в теме, тот в теме. Если у вас есть первая часть, не ремастер, обычная в стиме, то вы можете купить ремастер по 50% скидке. Это не реклама стима, это так просто для информации. Но обязательно поддержите разработчики, если вы фанат серии. Прошу прощения за то, что меня долго не было на канале. Немножко подболел короной. Поэтому убедите, соблюдайте правила самосохранения. В том плане носите маски, используйте антисептики. Потому что хорошего здесь мало. Но и плохого мало. Ну и все можно побороть, все можно победить. Ну, в общем, если я вдруг случайно закашляюсь или что-нибудь еще, простите, не бейте палками. Так, сразу я немножко сделаю тише звук. Потому что, мне кажется, он очень сильно орет. Давайте процентов на 50 сделаем. Может и не так сильно, но у меня в наушниках очень, мне кажется, очень сильно. Итак, новая игра. Уберская кампания. Значит, уровень советов высокий. Да, здесь поменяли механику, добавили новых агентов. Смотрел тоже видео на ютубе. Поэтому давайте, пускай, будет нам помогать. Аркадное сражение. Выражение меньше реализма. Из лимита по времени. Снять ограничения по времени для сражений в режиме имперской кампании. Нет, пускай лимит будет. Листичное управление оставим. Управление строительства. Набором ярмую. Ну да. Есть проявитель, можем управлять. Пускай так. Короткая кампания. Давайте попробуем короткую кампанию. Удержать 15 провинций, а также уничтожить или пережить следующую фракцию или фракции Галлия. Играл в обычный Ром Тотал Вор. Ну, на ноутбуке. Он, знаете, такой очень слабый. Такой, наверное, сейчас у каждого телефон сильнее, чем тот ноутбук. Ну, все же туда поставил Тотал Вор. Первый, самый. Играл за Галлов. Точнее, за Галлов, а вот за Цезаря, за Юлия. В общем, я их до плитки Галлов. Вы бы знали, сколько я потратил нервов. Но все-таки я их победил. Цезарь, правда, уже не дожил до этого момента. Уже, наверное, лет 50 как умер. Ну, от старости, конечно же. И я, блин, проиграл короткую кампанию. Я завалил уже всех Галлов. Мне нужно было взять 15 провинций. У меня было 13 вроде, или что-то. Или 12. Мне там вообще уже немножко не хватало. Просто понты. И здесь я снис-сибаюсь. Там Германия вроде была, или Испания. И Испания. И я подтянул... Это было все мое. Я подтянул сюда свои войска. Я, блин, проиграл, потому что Египет выполнил... Какие-то условия первые меня. Это было очень обидно. Я так долго к этому шел. Там такие были перипетии. В общем, ладно. Об этом не будем. Поэтому за Юлию как-то мне так... Осадочек остался. Сцепионы. Если вы первый играете в Ромб Ромастер, то мы сначала вам свой большой шуру основной игры уже после этого приходили к началу кампании. Ой, по факту разберемся. Вот за Сцепионов тоже играл. Ну, знаете, так поярче, поярче было. Пошло вот это войной на Карфаген. В общем, есть что вспомнить. Давайте, наверное... Кстати, сложная франция здесь, где легкая. Значит, сложная из кампании. Пускай будет высокая. Сложная сражение. Ну, пускай тоже будет высокая. Не знаю, что с этого получится. Не знаю, буду я ли в нее долго играть. И как эти видео часто будут уходить. Короче, все посмотрим по факту. А может, и не посмотрим. Так. Жестокая история основания Рима предвосхитила многие аспекты политической и военной борьбы между великими семьями. Патрицианские семьи Рима, включая дом Сцепионов, ведут свое происхождение от аватюристов, изгнанников и воинов, которых нанял Рому, чтобы они помогли ему в укреплении и развитии города. В общем, не буду я читать. Почитайте. Кому интересно, кому не интересно. Поехали. Уровень советов высокий. Это означает, что каждый раз при встрече с чем-то но вы будете получать совет. Хорошо. Пока пускай будет на высоком, потому что мы не проходили компанию. Не знаю, я нажал, но происходит что-то, не происходит. Музыка играет. Сенаторы, что значит для вас быть римлянином? Что возвышает нас над всеми остальными народами? Это ли наша отвага в пылу сражения? Я отвечу вам, нет. Ибо каждый варвар, смеющий напасть на нас, знает, что он обречен на поражение. Это ли наше благочестие? Наше поклонение истинным богам и завоевание их расположения через наши подношения им? Я отвечу вам, нет. Ибо греки тоже делают великие жертвоприношения своим богам, которые немногим отличаются от наших. Быть может, тогда это наш прагматизм, помогающий нам получать доход в чужих краях. И я снова отвечу вам, нет. Ибо финикийских торговцев, приносящих великие богатства Карфагену, можно встретить в любом порту известного мира. Быть римлянем значит демонстрировать все эти качества. Но прежде всего требуется другое – покорность. Подчинение справедливым законам является высшей римской добродетели, посредством которой эгоистические действия каждого человека объединяются в идеальное и несравненное целое. Сенаторы, я, Корнелий Стипион, прошу вас сегодня поддержать войну, которая принесет правление Рима в новые земли, дабы их народы смогли познать истинную добродетель, а богатство наших граждан приумножилось. Римский путь является лучшим из всех уже существующих. И это наш долг и судьба принести его всему миру. В общем, определенно мне нравится наш настрой. Мы будем нести римскую демократию, чтобы все почувствовали благо империи. Войны – кошмар матерей Гораций. Вот, так что поведем дом сцепионов вперед к победе, вперед мой клуб, вперед родной. Мы за тебя стоим стеной. Не спрашивайте, откуда я это знаю, где-то я это слышал. Кажется из нас слышит какую-то хрень, и потом она бывает цепляется. Ребятки, рассказывайте, как ваши дела, что у вас нового. Я надеюсь, все живы, все здоровы. Если даже кто-то приболел, типа меня, то не стоит расстраиваться, потому что нужно жить всегда сверху в то, что и на нашей улице будет праздник. И главное – здоровье, и все остальное приложится. Подсказка. Путь к победе лежит через расширение ваших владений и развитие экономики. Да ну на, а я-то думал, что в этой игре делать? Надеюсь, я не профтычу с включением и выключением микрофона, потому что все-таки такой приступ и нападки бывают. Начинаю гавкать, собака. Гавкать. Я просто, наверное, представляю, как для русскоязычных зрителей моего канала, которые проживают непосредственно в России, режет слух моя буква Г. Ну, потому что как бы хохол. И в принципе, я это никогда не скрывал. Ну, не надеюсь, вы привыкшие к этому не будете сильно страдать. Очень долго грузится, мне это очень не нравится. Возможно, она уже вылетела давно. Я просто с вами разговариваю, мы с моей смотрим на заставочку. Может, и просто так долго загружается. Надо было, конечно, поиграться на настройках, выставить на минимальные на сроке графики, но тогда, я думаю, вы бы, в принципе, не видели разницу между просто Ром Тотал Вор и Ром Тотал Вор Ремастер. В общем, пока музыка пропала, все пропало, ни какого праздника. Не знаю, что случилось. Нажму пробел. Ничего не произошло. Я не должна была ничего произойти, но думала, знаете, может, там, типа, проблем. Мне ошибку выбило. Лето. 270-й год до нашей эры. Нет, ну это мне реально не нравится, то, что музыка пропала. О, все, мы загрузились. Ура! Ну, я просто случайненько нажал на Escape. Итак, в принципе, все то же самое, что в Первом Риме. Единственное, что, конечно, более приятнее глазиком картиночка. Расположение, как я понимаю, войск изначально такое же, как было там. То есть здесь в этом плане ничего не поменено. То есть, вот, как говорится, шумаемо-тумаемо. Значит, у нас только капы, наша столица, с чего начать. Давай ты нам не будешь рассказывать, баба, с чего нам начинать, как бы, да, римским ребятам. Мы с вами разберемся. Так, окно уведомлений, точнее, свитков слева. Ну, понятно, Сиракузы. Задание Сената. Взять о поселении Сиракузы. Ну, вот они у нас. Вы будете щедро воздограждены. Надеюсь, что это будет щедро. Новостная панель. Окей. Так, нет сообщений, понятненько. Новости, нет новостей. И нет предупредений. Отлично. Итак, давайте вкратце, по-быстрому разберемся, что у нас здесь по городу. Утубление поселения, панели, до свидания. Так, это, как я понимаю, то, что у нас есть. Крупное городище Капы. Значит, казармы, ополчения. Городская сража Гастаты. Крестьяне-дипломат. Хорошо. Это что у нас есть, да? Община земли, дороги. Самое главное, ребята, все дороги должны везти в Рим. В нашем случае Капы. Чем лучше дороги, тем быстрее передвижение войск, тем больше денег за торговлю. Ну, я думаю, что, в принципе, кто-то из вас, наверное, уже играл в Риме, и кому я рассказывал-то. Ничего нового. Извиняюсь, есть у нас еще город Миссана, тоже крупное городище. Как и понимать, строительство у нас вот. Оп, справа. Удобненько. Так, удобненько, кошерненько, по-новому. На данный момент сразу вот нам конюшник предлагает здесь построить. Удовольство 175, приросты процента, население 3,506 тысяч до нового. Доход. Чего, 0 что ли? Ага, вот. Доход у нас 686. Нормальные налоги. А кто управление? Нет, давайте я, блядь, сам буду управлять. А это все, все, я снять, я так сам управляю. Угу. Еще торгуем мы зерном и лесом, средний урожай. Так. Так, я хочу посмотреть, что у нас здесь есть. Квинс цепион. Гастатты, римские лучники, велиты. Гастатты. Так, значит, нам надо воевать. Поэтому давайте мы сначала агента посмотрим что тут в урожайском городе. Армия. Показать армию гарнизоне. Полученцы, полученцы, лучники, пельстаты, гоплиты, гоплиты. Короче, двое копейщиков, лучники, пельстаты, это стрелки-застрельщики и тоже, блядь, короче, не копейщики. То есть конницы там не вариант драться. Я так понял. Так. Ну, короче, мы забираем всех, кроме оставим Корнелия с цепиона. Я всегда придерживаюсь такой тактики, возможно, она не права, если не права, поддержите, что стационарными войсками в любом, как бы, при любом самом-наже плохом раскладе, желательно оставлять 4-5 городской страж. Да, это не самый лучший вариант, не самая сильная армия Рима, но я считаю, что, в принципе, это лучше, чем ничего. И этих отрядов, скажем так, их достаточно для того, чтобы поддерживать высокий, относительно высокий уровень довольства. То есть, это минус повстания, точнее восстания, повстания, это что я коверкаю слова, я извиняюсь. Так, Гайс и Пион. Обязательно перекидываем их сюда на Сиракузы. Здесь вроде тоже, если я не ошибаюсь, какой-то город, нужно быть, его возьмем. Ну, то есть, если уже давить, так давить. Вот, так, так, так. То мы тоже, наверное, эти войска забираем. Мы окружены Римом, нам, в принципе, некого бояться. Вот, поэтому перекидываем наших ребят туда ближе к Миссане. Так, 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 мне интересно, мне неинтересно, закрыть, мне интересно, где тут у нас карта, денежка наша сутка по финансам, подробная карта. новая-новая вот у нас тут пошла тема слои, на которых все там говорили и просто вау, новая слои добавили, боже. Так, деревня поселена. Мне это все неинтересно, мне интересует поселение. Как я понимаю, данная интерактивная картина меняется, где-то агенты наши. Все, это все херня, подробная карта. Мне интересно, мне интересует отдельных теле передача сторонников, кистика, сторонники персонажа, пятки на хранители персонажа. Прикольненько, прикольненько, хорошо. Успех с шпионского задания, ясно. Где дипломатия? Давайте разбираться. У, чуть-чуть нет, не, гассепион, извини, проси, поселение а вот это нас общее удобно вот нашей армии и количество ходов очень удобненько вот это реально классно шпионы наши это это если не ошибаюсь наверно посол да да дипломат затем меня в прошлой игре на неведомом ноутбуке он у меня заболел чумой вроде чумой или хворь какая-то короче было я все пытался его всунуть а ворожские города я вспомнил дипломатия через дипломатов божия и так греческие города не на предлагаю торговые привилегии да ну давайте благодарим вас они за что нагреть нас так это у нас кто-то такой был это дипломаты надеюсь шпион ах ты шпион мистер шпион я тебе падла сейчас за шпионю как так как я понимаю наверно неудачно нет разоблачен до разоблачен наш вражеский разоблачен наш был успешен и что мы тут имеем такое себе что там давай уже лобцев наших подтягивай так сказать ну ты поддаты причаливай ребята вышли долго долго анимациям так сюда объединяем войска это уже серьезный подход нашего дурачка этого забираем давайте вы уже куда-то закинуть они они ошибаются сейчас мы сюда привезем будем делать ветер и так что ты ты мы с тобой нейтральная а с тобой но нам надо взять карфаген в любом случае у нас есть задание от сената мы сенатом пока ссориться не будем поэтому мы делаем вот так пока ждем ход чтобы немножко получить прибыли от а торговли с карфагена возможно у них будет тут срака на драку давайте подождем у нас пока ходы еще позволяют так шпион наш и баса да они взяли в отсаду отлично каникулы не будем портить отношения с греческими городами сейчас сиракузы находятся в осаде мы подождем очень удобно кстати вот в отображает сколько ходов осталось до окончания задания 7 ходов успеем даже так перехода можем подождать в один ход за два саду ход подержать его в осаде чтобы сделать специальные прибамбасы для штурма и потом лупанем так итоги периода ведь этот старая незакрытая городская стража нанята хорошо 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 все там у нас порядок порядочек получается так давайте все таки немножко начнем развивать наше население значит что тут у нас можно построить пока денежку нас еще есть так конечно площадка для обучения торговец так любом случае я хочу торговца я хочу мощеной дороги для дорого что мы можем по войску здесь нанимать до 100 ты и городская стража ну маловато маловато конечно же ладно давайте еще тогда велитый на тоже велитый из них нет не нравится не если честно как как стрелки скажем так они не впечатляют деревянную стену я не вижу смысла нам кого тут опасаться пока хватит так тут здесь вот деревянная стена нужно понадобится на попозже расчисткой земель тоже торговец обязательно здесь хотя бы казарма для ополчения потому что только тут только городской стражи вроде но не могу дальше крестьян принципе да давайте ладно конюшню возьмем себе немного конных мощеную дорогу и на этом все ждем ну согласитесь все равно как бы выглядит симпатичненько вот обновленная игра выглядит симпатно чё там все обосрались сиракузы так что тут у нас сообщение свободных ресурсов не понял воду что и чё хорошо свободен да и свободен но на волосы пион совершеннолетие это хорошо новый член новые члены это тоже нормально итоги периода сообщения наборе понятно ладно подождем еще немножко дом брутов знаете хочу немножко драться показать так вам сказать бой жесткий это кто такой клоун какой-то колерованный торговец для новая фишка ребята которые могут ходить везде и всем нипочем нейтрально нейтрально лидер фракции прикольненько помнишь что тоже лидера у меня вольный начальник и так где-то мой а еще один торговец 5 не торговаться аж страшно уж эти чего центр агентов используйте центр агентов для назначения заданий учитывая вероятность успеха то есть это сразу тогда наши дипломат пойдет вести переговоры с сиракузы подтвердить вот сопоставление силы значит что я вам хочу предложить ребятки я вам отмену другого привилегий и торгового эмбарго это просто оскорбление о как бы да как бы да согласен поэтому добрый вечер берем аквасаду в общем не будем все будем играться кстати классная тема на ребятки подкоп я конечно по своей неосведомленности тех действий которые проходили в то время я думал что подкоп это не строит туннель поэтому туннель они где-то вылетут за стеной и начнется как поместила на самом деле они просто копают 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 и обрушает стену и как бы все видение осады значит любом случае мы возьмем себе ранчик и башенку даже 2 и ожидаем простаивающий шпион вот это вот спасибо вот это благодарность который такой подсказик такой неплохой скажем так что она ты там хоть нейтральный не линия раскрыл нас ну хорошо он блять слоны обалдеть я в шоке я в шоке волнов я конечно не ожидал увидеть так скоро не ожидал карфаген что меня напрягает что там у нас по факту еще ждем хорошо ждем пока ждем так о и на ты дом юлиев объявил войну карфагену дом юлиев война с македонии и ческими городами ну короче да в общем эти рима подтянулся вот за теле просто и вот кстати можно чтобы не простаивала у них нет ни пускай простаивает где-то там дома лучше так пропускаем тоже хочу себе этого торговца не такие важные видели такую и ручку бок коммерс и одним словом вот не нравится мне вот это то что не тут лазит шпионы всякие давайте значит я сейчас вики шмики это нас на вот есть настройки настройки графики а все у меня на низком слава богу я думал что я поставил вас под удар и будут лагать так поехали штурм 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 сладат до боя 389 273 возраст 32-37 дионисий из спарты прямо как как я блять по жизни дионисий шо поехали поехали сами 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 с усами попробуем сказать ощутим тем смерть собак войны степи спуская шекспир юли цезарь 31 подсказка атаки вверх по склону требует больших усилий при этом броски вниз по слову добавляя динамичности ну логично посмотрим что у нас нам приготовили ну как может знаем что нам приготовили греческие города дионисий спарты сразу вспоминаю фильм вроде брат да брат как я мог забыть если вы смотрели а помните момент когда ганила богов приходит на задание с двумя бойцами ждать и хлопцы одного там и режиссер попадает к ним в этот вот и значит режиссеру как не сильно люблю этот пидор они все минут я вот тоже думаю что пидор они все в принципе эти и греки и все и поляки не мог за книжки сказать они все падут перед римом все может быть конечно не в моем прохождении не от меня и не в этой игре нападут не будем смотреть на эту графику моих тактическая карта показывает вид всего поля боя сверху прикольно там открыта птического карты жмите тап либо поглядите критика мыши чтобы них масштаб дальше для более просмотра боя можно включить или выключить отображение определенных визуальных элементов с помощью панели переключения чтобы открыть панель переключения нажмите кнопку со стрелкой в правой нижней части или удерживатель нажатой клавишу пробел понятно если на момент включен он будет отображаться предка этой панели ясно это и более подобные вы можете видите странички окей окей тарон слушайте симпатичненько да даже даже на моем старом компьютере на минимальных настройках это выглядит очень даже очень даже ничего честно мое почтение окно то блять сразу будут обстреливать разуме сделаем сразу сделаем немножко так сказать разум преимущество как стреляют лучников стреляют как их там блять нет нет вот эти велиты чуть не сказал гоплиты не опозорился знающие люди историю заклевали бы меня так так что все в принципе я готов как начать начать битву поехали берем значит их короче на стены а я что мы тут имеем лет мы перестреливаются с ними я не вижу смысла я надеюсь эти козлы не достанут да вот так вот перестреливаться с ними не вижу смысла потому что блин и только же братуха один упал миром на глазах увидели и сразу в дорогу впитался еще один боже боже сколько молодых пацанов погибает этот еще пока не впитался мы впитаете наверно будущем еще вот один люди гибнут за металл так вот перестреливаться с ними не вижу смысла потому что перестрелка будет и не в мою форму так сказать а вот я могу здесь их заставить бежать стрелять по команде в общем сейчас я думаю будет интересно господи горит мой таран 75 процентов 72 все все вылили все уходим блин все просрали ребята были ли нас кипящую что-то там в общем все бросаем тут таран нафиг он нам не нужен уходите спасайтесь вас ждут у вас ждут ваши семьи домой давай все уходим на хрен уходим на хрен ты что вылили горячую смолуну на нас вляет спалили наш таран киви не матери все буду знать что тараном не наш выбор единственное что не рассчитываю конечно такой ход событий ясно скажу пока уводим их не знаю ребята наши уже должны были начать подниматься по проверю на нежно начинать подниматься по башням по крайней мере с левой стороны с правой тоже все все загрузились то есть для лучников они уже неуязвимы практически не так вот хотят идти умирать и кто хотел бы смотрите уже не переставить стрелять зарядами огненными стрелами есть уже таран мы спалили падла матовича умер от старости штук ну да труп лежит я просто хочу запечатить этот момент как час ну давайте уже открывайте уже свой бд вы пока час откроете у вас еще на херячат еще и таки что мы будем делать это на кто ждут стрелки нормально ладно чтоб не копейщики ну комиссия сейчас у меня получится грамотно сделать то будет бомба ракета ну не получится начни получится смотрите по бах 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 прям туда в щелку вам блять закидывают потому что них инфирит в той башне давать уже выпирайтесь наконец-то выпрыгивают мои бравые солдаты рима значит что мы делаем сразу же сразу же я хочу чтобы вы в них кинули свои эти блять забыл как они называются короче я понял и дать мы не будем да мы будем сразу бежать биться или все-таки бросим ок одного в нокаут послали где же вы стреляете я не вижу ребят ладно ребят я вас понял я вас услышал просто короче дуплите их сразу просто дуплите их с помощью мечей потому что хотя те 23 м блять она там сзади зажимают астаты давайте на стеночку вперед период в режим обороны постараемся удержать настолько насколько это будет возможно что здесь боже я забыл что здесь ахтутся на ситуация патовая мы оказались зажатыми между лучниками и копейщиками давайте им сюда на помощь ребят пошлем боже делитесь как тигры просто делитесь как тигры привет хлопцам на мопеде или с прямотоком не знаю что это за дебил проехал ну бескульт привет так легкая пехота вдохнувшие стойки на марше воюют хорошо что они воюют а хлопцы тут уже поднялись давайте наверно тоже их немножко их не могу почему-то стоим указать ну то ладно где там подымается подмога подымается хорошо это уже радует как там подмога тоже по идее подымается по идее нот не точно самодан давим их копейщиков этих давим здесь что как у нас успехи давайте 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 хлопчики давайте давите их не боитесь вот так они вздрогнули сейчас побегут не знаю мне нравится картиночка на даже на вот самом плохом уровне служб как в графике очень красивенько очень красивенько начали нас уже поливать вон с этой башни кошмар как вы хотите башни я хочу чтобы сюда прошли вы можете так мне сделать вперед все в эту башню взяли шашина блять стреляет по вам так а вы вы сюда бегом бегом туда туда даже бегом еще башни перестанет стрелять да хорошо отлично возвращаемся обратно туда на стену нашим надо помогать наших надо выручать вперед папа добрый вечер хотели спуститься на нет не получится ребятушки так что тут у вас три человека ребята вы туда а вот вас побольше вы давайте лучников этих давайте давайте и это я полностью ребят не развернул их возможности в том плане что я не смог сначала кинуть в пилу мы или как они называют вроде так вначале 2 литра зима бы кинуть а потом только пойти в рукопашку но неудобные условия боя и на неудобное управление как для меня управление как сделали хорошим я думаю но все ворота наши ворота наши значит что мы делаем чешем сюда выстраивается вот так я думаю нам спину уже стрелять никто не будет ну бежать не надо к блять как он не надо бежать идите просто так вот нас встречают уже первое нормальное сопротивление это гоплиты ополченцы значит бросаем пилу мы если успеем конечно нет я понял мы сразу бежать или все-таки бросим пилу мы ждем собираемся бросать замахнулись взмах тельсия бросок хорошо хорошо все минус 3 минус 4 сделали шикарно просто я считаю просто шикарно башню за нас начали ввести обстрел так что вы не попадаете туда да а вот и должны попытаться туда добросить вы должны попытаться добросить скидывают один их белых крестьян с стен потому что стены наши не давайте просто обычными не хочу этом нету смысла вы начальник не вмешивайся тебя прошу я вас прошу ребятки я понял вас короче так устраивать надо было давать его просто туда быстренько всем быстренько перебежите что вы мне не помешали вести здесь качественный бой в том плане что ну бросайте ну ладно короче уже так там куча мало это моя любимая тактика все стены наши в принципе принципе всех мы можем собрать всех мы можем собрать и начать выдвигаться вот и зачем мне столько войска много не надо мы возьмем наших убитых ребят им помощь возьмем лучников и этих вот так ему сейчас вот этими отрядами спокойненько сейчас чина благородно зайдем и набьем вам мордяку да и на этом все в принципе бить по некому это то что конечно тяжелая конница осталась генеральская охрана но и ничего так где-то нашим наша бригада ух вот это на который собирается идти воевать бежать не надо просто идите но вы пока добежите вы уже и усадь и просто такой я иду на войну я иду убивать добрый вечер да вы знаете плохая была идея моя и стих вот так понятненько короче они пока час дойдут они там все умрут во первых для всех разом крутой строй и побежали в рассыпную конечно ебать побежали уже быстрее блять пиздец ебать 22 человека из 40 они умирают как мухи эти лучники дать но это затуп только у меня такой затуп может быть я ебу блять я в шоке я в шоке просто блять да поднимайтесь быстрее хотя вы уже блять пока подымитесь уже блять них у будет бежать куда но мой мой как бы да моя ошибка мой фолк не знаю почему они пошли на то кстати карту немножко переделали городов смотрите они просто блять я в шоке блять 12 человек осталось из 40 охренеть да выпендривалась она была всех вести а вы че идете куда вы идете куда бегите бегите ребята вам уже осталось только бежать блять остановка блять давайте да уже все прекратили стрелять вот уже новая хозяева пришли давайте на ту сторону блять я блять вообще я расстроен если честно я расстроен своим за тупом страшным таким вот она была сразу сделать ребята вот вам будет наука если даже собираетесь выпендриваться как я вот так вот красиво побеждать ну как красиво так получите по по тактике блять тоже не делайте такого разу на стены блять сразу стены должны быть ваши а потом того же к маневры какие-то производите техническими стирические по городу римские лучники у меня ху его знает от вас уже блять толку как казна молока велит и милит и вперед блять я надеюсь сейчас будет два хороших залпа при даже хороших залпа потом они бегут мы еще придумаем их пару раз шмак шмак и все и соски в тиски взяли легкая пехота а статы выстроились эти уже начали обраги стрелять даже без команды я понял они рождены убивать гастаты вы кто вы вели ты до растянулись так по красоте я вас понял растянулись по красоте и вам надо по хиру вообще шуток и как происходит побежали первая уже на нас давайте велит и милит и вперед я вас понял я вас услышал отводим назад все побежали мои дебилы позорники просто позорники на эти побежали господи все происходит блять мне ну надо спасать ситуацию надо вырываться туда уже генеральской охраной вышло и что делается рим сводлит на вас и плачет я так скажу вырвались ворвались сразу сразу ворвались не в бок в бочину им сразу все сейчас при поддержке башен расстреливаем этих козлов пошла конница моя не знаю конечно на хрена я тоже делаю но вперед-перед-перед-перед давим их все дионисия нахлобучили что такое придумали бежать пидоры не просто посмотрите на это поле нет не брони поле сране просто среди нас были негры сразу в жопу им бабах вперед короче все так вот будет просто вновлю в тупую нажиматься и я понял что с меня стать тактик не какой-то сеть половина армии блять через три башни провести и слить их остальную половина армии просто убежала блять и в спину их конница била я в шоке вообще и выдавать туда же у вас добро пожаловать я согласен ну вот так вот красавцы вот не даже не скажу как бы умственно отсталая хотя мне кажется даже у людей умственно отстал это бы лучше все повели в этой ситуации смотри побежали и коньяки тупорылых на бах раскидала пол армии хорошо нас мы делаем так же сейчас я вам сделаю проникновение сзади как учил меня помощник вот этот хлопец в прошлом риме самая лучшая тактика в этой игре это конница бьешь с тыла отводишь их обратно и опять с тыла отводишь отряды и опять с тыла тем самым мы используем натиск конницы давим и разбиваем раскидываем как как вы видели только что он 33 конных ворвалась в толпу 40 человек этих гастатов и те такие как тебе просто разлетались от 3 если такой мощь такая давит то это конечно вообще-то тактика просто я считаю бомбезная все хватит стрелять уже в своих нет не достойно слава рима это просто обоссанное побоище было я недоволен я потерял это кучу эти потерял не мог отбиться вообще с минимальными потерями ну не отбиться точнее захватить нож уж уже поздно пить боржоми я так что подсказка развитие поселения с помощью строительства делает ваше население счастливым зрительная 30 также может увеличить ваш доход предоставить возможность подготовки более сильных солдат и обеспечить лучшим вооружением уже существующие отряды кстати да эта тема эта тема это нужно ставить это там кузницы шпузницы кожевная всякие хрени надо ставить для того чтобы улучшать и усилять свою армию это я согласен кстати это у нее на шлеме лошадь я думал на петух но обратите внимание внизу забрала интересная менять рука какая польза толдата во время нападения когда он уже запыхался или запыхался ну да вот как у меня что было добро пожаловать в игру тотал хворк ром ремастер не хочу не хочу я с вами ознакомливаться ребята я уже ознакомился я уже все знаю и так сиракузы что мы делаем конечно же конечно же мы их просто уничтожаем полностью уничтожаем а теперь будем заниматься ремонтом и всем остальным и так строительство ремонтом приключение надо нам ухудшение культуры ухудшение культуры ухудшение так здесь я там а я хочу построить сатурн этого улучшения частного порядка обязательно также также здесь я хочу значит казармы легионеры будут потом давайте сразу мощенной дороге для взаимодействия и торговца по войскам переобучаем всех ребят хотя по-хорошему их надо просто палкой гнать обратно туда где-то время чтобы их камнями закидали и значит наберем городскую стражу оставим их здесь потом на охране завершаем ход город остет папы виллу надо будет построить один разоблачен в карпагине садим даже создание выполнено но еще и 5000 подкинули нормально бабла подняли тиракузы суровые времена я будет суровых согласен согласен так тут значит 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 дворец правителя обязательно кузница рынок давать рынок кузницу этом пока не строить не буду я не планирую там сильно нанимать войска войска мы будем нанимать ближе сюда так сказать к линии фронта построю там конечно эти постройки но немножко попозже пока я не вижу в этом смысла так торговец да не так вот это посылом сопоставление силы ваши ваша фракция слабее да вы так думаете посмотрите на него же больной на его глаза смотрите самые щедрые предложения хорошо пока поторгуем пока поторгу но вот эти ваши движения тела движения имени нравится ребята вам так скажу они мне не нравятся вот эти ваши постоянные над предложил должности не заслуживают понятно вот вот еще интересного у нас война так все все прочитанное короче удалить сведения удалить тоже удалите это все читал карфаген лакада порта пока я не вижу в этом смысла я не вижу в этом возможности так здесь обязательно тоже городская стража что-то здесь такую я вижу надо короче наворачивать обороты смотри не ну не падла ты что делаешь тебе сейчас выйти по ушам надавать так вот я вижу надо наворачивать обороты и валить их всех потому что сейчас я вижу на рим что-то разошелся брут и и так далее что мы же капаю гастратов слушайте я без вашего разберусь глупшил чем не вы сказали окне торговца поймите вот эта тема порт доступны торговой фарлатилии но только только ради этого я буду строить порты рынок а вот разрешают обучение шпиона торговаться всего отлично так стену актом на стены нема значит 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 тоже порт ведь а деньги уходит блять охренеть как быстро время уходит точнее не не вроде нормально такой ша бабла подняли а сиракузы разграбили ладно давайте наверно арфагена подгоним 4 ходят окончания задания мы успеем взять есть что в блоке дорогой друг галлы давай нет ну подожди 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 значит стоюс нет а вот второе щедрое предложение так лучше да потому что внешне буду заключать союз с потенциальными врагами римах что там адмирал а вот лично подъехал шпион она 0 не шо там что там у ребят посмотри объявлена война братья македония совершеннолетие понятно итоги периода расход доход до баба вата конечно надо немножко по уомонить свой пыл как прихода еще ждем что тут у нас ты узнал понятно и посмотри пошпионь 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 так здесь 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 садников пожалуй наверно отряда 3 и боевых псов здесь я бы хотел себе пару брем хотя это тоже все расходы сумасшедшие сумасшедшие расходы так что тут у нас наемники это плохо ребята по наемникам пошли начать эти по куда тебе деться до вот у меня с этим война вот она постой так 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 что торговый путь теперь на раз которого будет понятно к войска я перри велитов не могу переобучить вот так и вот так такое конечно битая войска ну ладно ничего страшного в принципе ничего страшного в общем вот так ребятки это был ром тотал вор ромастер ставьте лайки ставьте дизлайки с вами был россии до скорых встреч а может они до скорых но спасибо за просмотр за комментарии и всем пока пока и берегите себя вот так Продолжение следует...